Да, вполне, если я написала сейчас, значит удобно. У вас такой голос приятный, Антон. Нет, не секрет, я блогер, актриса кино, коуч по актерскому мастерству. Пожалуйста, не боитесь, не страшно, то можем общаться, продолжать дальше. Если страшно, то можно не общаться дальше. Подпишись на канал Лары Шум, ставь лайк, рассказывай своим друзьям и скидывай донат. Пусть эта сумма вернется тебе в стократном размере. Да будет так. Подписывайся. На своем энтузиазме. Ну, нашли жену-то самое главное, Антон. Нет, не повезло. Не нашли жену, да? Нет. Ну, подождите, там же вам предлагали трех женщин. Ну, да, но я там одно выбрал с Подольска, но как-то у нас не срослось. В общем, я не пойду в эту передачу, получается, участвовать. Давай поженимся, да? Ну, да, на самом деле я там поговорить люблю, но у меня лимит по времени. Ну, все, 5 минут, каждый час перекур. Так что давайте, если можно, кратко о чем-то договоримся. Давайте. Вы можете мне все что написать. Ну, да. А в WhatsApp у меня есть, да? Я есть в WhatsApp, есть в Telegram. Хорошо. А вы работаете пятидесягом? Я работаю сама на себя. Ну, хорошо. А в какой день вы сможете встретиться? В любой день вечером, пожалуйста. А нет, кроме этого четверга, по воскресенье еду на рыбалку. Ну, вот, в любой день, если понятно. А так в любой день, пожалуйста. Хоть с понедельника можем начать встречаться. Каждый день? Да, хоть с понедельника каждый день. Отлично. Ну, да. Такие будут идти, супер. Так, давайте все, кроме роз. Тоже гвоздики. Да, да. Ну, если мы с вами пойдем на кладбище на первое свидание, то можно и гвоздики. Ну, хорошо. Да, хорошо, когда я есть у человека, я чувствую. Нет, приветствую. Знаете, я тоже. А, Антона, каковый у вас рост? 190. 190? Здорово. Ай, я, правда, метр пятьдесят четыре. Ну, я тогда одену каблуки. Ну, хорошо. Когда, если можно было после первого же свидания начать вместе, будет на следующий жизнь. Вместе не слить, если не проблема в этом. Так, еще раз, простите, повторите вот это вот еще раз. Я говорю, если нужно было после первого свидания начать уже на второй день жить вместе. А, вопрос, у кого мы будем жить, у вас или у меня? Может быть, у меня, у вас без проблем. Так, понимаете, у вас там мама живет, мы будем жить втроем? Ну, тогда будем снимать квартиру. А, да, вот это хороший вариант. Давайте тогда после первого свидания вы сначала снимите квартиру, и мы туда въезжаем. Ну, да, ну, у нас на самом деле все обговорили при встрече. Ну, конечно, все обговорили. Нет, ваше было предложение, я вам сразу сказала. То есть вы предложили, я вам сразу действие поставила. По-моему, все замечательно. Ну, да, ну, на самом деле, смотрите, я человек умный, я себе считаю. Я вокруг да около никогда не хожу, да, я все подписи, я говорю, правильно. да правильно ну здравствуйте вы мужчина вы берете большую часть финансов на себя да вы берете 75 процентов а я буду оплачивать только двадцать пять конечно антон конечно я же не спорю понимаете а то вдруг не подойдем вы знаете я круглосуточно дома единственное что я выхожу два раза в день у стоят глаза за компьютером работать я езжу купаться у вас кстати велосипед есть потому что я люблю на велосипеде вот я еще купаться заниматься спортом потом приезжаю снова работаю и вечером опять еду купаться заниматься спортом пренесть видите как у нас все с вами просто мы с вами сразу знакомимся друг другу Нравимся, снимаем квартиру, покупаем велосипед. Все. Ну да, спасибо за ваш номер. За то, что вы со мной пообщались. Тогда я вечерком еще позвоню. Я буду дома часов 7-8. Хорошо, звоните. Если я не возьму трубочку, значит, я занята. Обязательно перезвоню, Антон. До свидания, хорошо, до вечера. До свидания, хорошо, до вечера. Всего вам доброго. Пока. Пока. Вот так весело проходит мой день. По-моему, очень интересно. В принципе, молодой человек, ну я не знаю, адекватный, неадекватный, судить вам. Но точно я вам говорю, это не мой вариант. Потому что, ну... А где романтика? Где романтика? Где букетный, где цветочный букетный период? Я не понимаю. Мне вот этого не хватает, допустим. Не хватит даже в жизни. Поэтому, Антон, я понимаю, что мы с вами встретимся. Я понимаю, что мы с вами попьем, может быть, кофе, может, погуляем, раз уж вы достаточно умный. Но у нас ничего не получится. Вы живете с мамой. Боже! Мне прям, знаете, везет на мужчин, которые живут с родителями. Сразу советую не жить с такими людьми. Почему? Ну, Антон, скорее всего, другой вариант немножко. Он мне, думаю, расскажет свою историю. Он просто, наверное, маму не хочет оставлять где-то. Вот. Но я жила... Вернее, я встречалась с мужчиной, который живет с родителями. Боже, 35 лет мальчик, он живет с мамой, с папой. Цели никакой в жизни нет. Постоянно в голове мозги я, нищий брод. У меня ничего не получается. Вообще никто зовут меня никак. Цели у человека нет. Кстати, все, кто живет с родителями, мужчины, у них нет цели в жизни, ребята. Это тряпки, это амебы. Поэтому, девочки, если вы хотите мужика нормального, бегите. Просто бегите от этого. От таких мужчин, потому что, ну, ничего не будет. Человек не будет зарабатывать деньги. Почему? Потому что у него нет цели. Ему все хорошо. Мама приготовила кушать, он пришел, покушал. Все, жить где есть где. Еще, причем, эти люди будут очень много врать. Почему? Потому что вот ему надо сделать себе хорошо. И он будет вас обманывать, да. Потому что, ну, я же сейчас себе делаю хорошо. Мне же надо, чтобы эта женщина со мной встречалась, да. Поэтому я буду с ней, с этой женщиной. Я ей навру с три короба. Главное же, я сделаю себе хорошо. И вот поэтому они живут с родителями. Потому что ему данный момент, ему очень хорошо. Да, то есть, вот надо там. И он даже работать не будет. Вернее, будет работать, но так, надо заплатить за квартиру, он знает, да. Помочь, так сказать, родителям. И все. Женщину он приведет, если приведет, то к себе домой. С мамой и папой. Еще будут говорить, что почему-то мама ее не любит. А моя женщина тоже не любит маму. Чего это они не любят друг друга? Да потому что надо брать ответственность в свои руки, надо брать женщину и снимать квартиру. Но этого они тоже не поймут. Понимаете? Вот не поймут, потому что кто там. И причем вы тоже финансово уйдете вниз. С этим мужчиной вы тоже финансово уйдете вниз. Это у меня стрим получился, ребят, на самом деле спонтанный. Я вот сейчас пойду краситься, потому что я сейчас буду записывать стрим на четверг, на завтра. И тут спонтанно позвонил мужчина с сайта знакомств, и я решила записать этот замечательный стрим. Он у меня получился такой спонтанный. Но я думаю, для кого-то это будет полезной информацией на самом деле. Да, я почему начала рассказывать про мужчину, который живет с родителями, потому что вот этот человек мне сразу написал на сайте знакомств, что он живет с мамой. Вот. У меня тоже есть сын, но мой сын не за что не будет жить со мной. Мы с ним это уже обговорили. Вот он сейчас придет после армии. Мы обговорили, что он приезжает ко мне, он живет, находит работу или цепляется в Москве, и потом спокойно переезжает, снимает квартиру и живет. Мужчины должны набивать свои шишки сами. Дайте женщины, дайте своим сыновьям делать что-то самим. Отпустите их. Вы его родили не для того, чтобы он потом на вас работал и был все время с вами. Нет, занимайтесь своей личной жизнью. И тогда мальчики не будут вот этими мямлями, тряпками, у которых нет цели, которые готов врать, идти на все, лишь бы ему было хорошо. Сделайте из мужика мужика. А как вы это сделаете? Отпустите ребенка. Чем раньше, тем лучше. Это парень. Это мужчина. Пусть он, мой сын, мы с ним вместе когда жили, мы накопили 300 тысяч рублей. Ему на первоначальный взнос на квартиру, затем я его оставила, уехала в Питер. Небольшая такая история, да? Он потратил все эти деньги, когда там переезжал, да что-то, он потом не работал, пытался найти себя. И он боялся мне об этом сказать. В итоге, когда он мне сказал, я сказала, а почему ты мне раньше не сказал? Все хорошо. Но эти деньги пошли тебе на то, чтобы ты понял, что такое вообще жизнь. Вот что самое интересное. Что такое жизнь? Это были твои деньги. Это была твоя, ну, будущая квартира. Ну, прогулял, то есть не прогулял, вернее, а вот так получилось у тебя. Ну, зачем, я не буду на тебя ни ругаться, ни кричать, нет. Это был твой жизненный опыт. Деньги делали на живное, как говорится. И мы не поругались, а наоборот сплотились с ним, да. Он понял, что мама на его стороне, что мама его поддерживает. И, в принципе, сейчас все хорошо, все замечательно. И он понимает, что я стараюсь делать так, чтобы он сам всему в этой жизни учился. Поэтому, наверное, мы уважаем друг друга. Большинство, конечно, людей, ну, то есть женщин, вот схватились за своих мальчиков, вот держат их около юбки. А потом женщины говорят, а что это такие все мужики-то пошли? Да пошли, потому что мы их такими делаем, мы их воспитываем такими. Безответственными и без целей в жизни. Потому что вот туда я тебе приготовлю на покушай, вот туда я тебе... Пусть он сам себе заработает на покушать и пусть сам себе приготовит покушать. Вот и все. Или найдет себе женщину, за которую возьмет ответственность, которая будет помогать финансово, снимать квартиру, оплачивать эту квартиру, а не 50 на 50, как сказал этот мужчина, да, сразу. А, давай 50 на 50. Это твое было предложение, жить вместе. Так в таком случае и предлагай, условия для женщины. Это я так считаю. Ну что ж, с вами была Лара Шум, блогер, актриса кино, коуч по актерскому мастерству. Если есть возможность, и вы поняли, что эта информация для вас очень полезная, скиньте, пожалуйста, донат. Буду вам признательна, благодарна и так далее. Ну что ж, удачи всем, счастья в жизни, найти свою любовь. Вот, кстати, стрим у меня сейчас, который будет в этот четверг 20, называется «Хотите привлечь любовь в свою жизнь? Что делать?» Очень полезная информация. Примите во внимание. Это для тех, кто хочет привлечь в свою жизнь любовь. Вот это будет стрим очень полезным. Поэтому скидывайте донат. Все под этим видео, какими способами вы можете перевести мне деньги. Ребята, мне сейчас надо 300 тысяч, и есть одна цель, на которую я хочу накопить 300 тысяч. Все.